МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очень странная складывается ситуация в Тихоокеанском рубеже. Десять месяцев тому назад я говорил о том, что война с Китаем неизбежна и она назревает по всем параметрам. Это не то, что лично я, допустим, хочу эту войну, или какой-то политик, может быть, мирового масштаба хочет эту войну. Это вызвана ситуация тем, что китайская власть и китайский псевдодракон потерял все берега и потерял все чувства действительности, партнерства и мирного существования на Земле. Сейчас, когда нас прессует страшный страх, мы немножко забыли эту тему и мы из нее выпали. Но давайте вернемся на десять месяцев назад. В одном из своих видео я говорил о том, почему начнется война с Китаем. И сейчас, по прошествии этих десяти месяцев, очевидно становится, что она начинается. Это война. Я очень не хочу войны. Я прекрасно понимаю, к чему она приведет все мировое сообщество. И, может быть, сегодняшнее приготовление тотального плана это как раз приготовление к той самой войне. Как начнется война с Китаем? Мы знаем, что Дональд Трамп, как президент США, соизволил дважды в этом году встречаться с Ким Чен Ыном. И мы давно, журнал «Президент» утверждает, что это и есть запал к мировому конфликту между Китаем, США, Кореей, Японией, Вьетнамом и прочими странами Юго-Восточной Азии. Поэтому то, что мы слышали выступление Сидзипина, который, причем не подлинный Сидзипин, а его двойник на Петербургском международном экономическом форуме, говорит о том, что Китай очень напуган, что Huawei, которая компания занимается промышленным шпионажем и скачкой информационных технологий в режиме онлайн со всего мира, она будет скоро разгромлена. Поэтому запалом будут вооруженные силы именно Северной Кореи, корейской народно-демократической армии, которая перейдет по надуманному или ненадуманному способу или провокации в наступление на силы вооруженной Китая, которая не является ни военной державой, и армия клонов будет поражена именно с территории Северной Кореи. Что будет разрушено в первую очередь? В первую очередь будут разрушены фабрики по производству китайских клонов, которые ежедневно выпускают сотни тысяч клонов, и мы знаем, что весь Китай обустроен и построен в городах, в которых никто не живет. Казалось бы, такая древняя цивилизация так безумно строит некие сооружения, огромные дома на миллионы жителей, и которые пустуют. И в каждом китайском городе наши источники говорят, что куда бы вы ни прилетели, в Китай обязательно около центральной площади стоят пустые гостиницы, пустые дома, пустые, не заселенные пациентами больницы. То есть производство клонов в Китае уже дорожено. И если человек владеет арифметикой, и как утверждает академик Тюняев, в своей огромной монографии «Русский Китай. Экспорт цивилизации», который еще 10 лет назад был выпущен в свет, и который находится в библиотеке президента Российской Федерации, академик Тюняев утверждает, что для того, чтобы те цифры, которые заявлены современным Китаем, полтора миллиарда китайцев, которые живут и действуют на территории этой страны, древней в кавычках, то для этого нужно всего лишь, чтобы одна китаянка рожала по тысячу клонов за свой жизненный цикл. Конечно, этого не происходит. И журнал «Президент» многократно утверждал, что кроме России никакой ядерной державы не было и нет. Таких технологий нет ни в США, ни в Израиле, ни в Китае, ни в Корее, нигде нету в мире, кроме России. Поэтому мы видим большой спектакль и блеф. Но факт остается фактом. Китай, в принципе, напал на весь мир торговыми щупальцами своими. Он захватил всю торговлю в мире. Почти всю торговлю в мире. И государства ощутили на себе это тем, что они начали задыхаться без своих торговых решений. Сейчас мае 2020 года. И первым и единственным пока кто борется с этой чумой, которая идет из Китая, является Дональд Трамп. Поэтому мы должны хотя бы внимательно выслушать этого президента. И я считаю, что внимание, должно быть наше, посвящено именно этой проблеме. Нужно внимательно ее изучить и посмотреть, кто прав. Не рубить с плеча, как делают некоторые наши ангажированные журналисты, которые занимают неположенные им полки первых каналов телевидения. И они трещат только то, что им приказали трещать про китайские круги в нашей стране. Что же творится в самом американском сообществе, что предпринимает Трамп? И это первая часть нашей проблемы. Война как война. А вторая часть нашей проблемы – война как битва за выживаемость. Может быть, совершенно и не к войне готовится Дональд Трамп. Может быть, он готовится к встрече с той неизвестностью, в которой в свое время говорил Папа Римский, королева Елизавета II и другие высокопоставленные особи. Какие есть новости на этот счет? 11 мая 2020 года. Вечером 10 мая 2020 года все социальные сети, специализирующие на военной тематике, взорвала сенсационную новость. США выдвинули из портов 6 авианосцев. В море вышли авианосцы номер 78, 76, 75, 72, 69, 68 с соответствующими именами. Я их произносить не буду. Это в данном случае не суть важно. Источником этой новости является начальник военно-морских операций, он же главком главного штаба ВМС США. То есть уровень высокий. Это высшая офицерская должность в военно-морских силах США. Уточняю, издание, которое я цитирую. С чем связана такая активность военно-морского флота США? Для всех остается эта загадка. Поэтому я и сказал, что есть две отгадки. Первая – это подготовка к войне с Китаем. И вторая – это битва за выживаемость человечества. Второй часть я посвящу ваше внимание чуть позже. А сейчас пока рассмотрим первую часть. Обоснование я ее уже дал. Китай ведет себя неправильно, не по-соседски. Он торгово нападает на все государства. Он захватывает все рынки. И это получается тотальный такой кошелот, который сжирает просто всю экономику мира. И, возможно, уже сожрал ее. Мы еще неизвестно, как выйдем из этого страшного страха. Посмотрим. А то, может быть, все фирмы, которые были до этого события в нормальном состоянии, выйдут из него полностью банкротами. Итак, зачем вышли эти корабли? За тем, чтобы либо сделать какую-то операцию, которая может подбодрить флот, может быть, занять его чем-то. Все-таки это огромные, огромные целые дома, целые даже стадионы, которые плавают на воде и содержат огромное количество тысяч моряков и обслуживающего персонала. Они должны быть чем-то заняты и должны быть уведены от какого-то страшного страха, который бушует на суше. Но это только одно предположение. Второе предположение – то, что этим авианосцам поручена какая-то задача. И, по некоторым сведениям, авианосцы идут именно в Тихий океан, где они должны будут решить какую-то проблему, какую-то поставленную задачу. Второй фактор, который ложится в эту же корзиночку, это то, что подводный флот США выведен в океан. Весь подводный флот. Это произошло тоже вот сейчас, недавно. 200 судов вместе с шестью авианосными группами движутся для нанесения удара, сообщает уже другое СМИ. И Китай в этом смысле беспокоится, потому что удар должен быть произведен именно по нему. Молчат единственные только спецслужбы России, потому что у нас сейчас с Китаем особые отношения. Мы построили туда нефтеносную трубу, мы пустили сюда военную технику. До сих пор военная техника Китая остается на территории России. И сюда же бегут все эти китайцы, которых там уже распухло так, что они не вмещаются в свои спичечные коробочки. У нас особые отношения с китайцами. И, естественно, наши спецслужбы не хотят и не будут работать против них и против своего благодетеля. Но американские спецслужбы, они находятся на совершенно другой подоплете. И они обслуживают не себя и не преступников в своем государстве, а само государство, которое по отношению к своему народу ведет достаточно честную игру. Американцы для Америки превыше всего. К сожалению, пока для России такая формула не работает. Или не работает. Не всегда работает. Так вот, подлодки движутся в направлении Китая и неизвестно, чем это движение закончится. Агентство Рейтер и другие агентства, которые сообщали об этой проблемке в Тихоокеанском рубеже, периодически выступают или привлекают к выступлению людей, которые говорят, что да, действительно, в этом месте наблюдается определенная эскалация противостояния, но иногда отнекиваются, говоря, как Рейтер, например, у меня нет соответствующей информации. По деталям информации нет. В общем, картинка такая. Может быть, и действительно, детали нам не важны, мы же не штабные работники, и какая нам разница, сколько конкретных пушек будет стрелять, и сколько будет бомб сброшено на ту или иную провинцию. Нам главное, факт, будет война с Китаем, между Америкой и Китаем, или не будет этой войны. Если она не будет, то, как говорится, и хорошо. А если она будет, то чью сторону займет Россия. Дело в том, что попахивает Третьей мировой войной, и смысл Третьей мировой войны, он, естественно, абсолютно не военный. И нам, когда бы не говорили, что надо побряцать оружием, показать всем свою силу, мы всегда чувствовали, что подоплека совершенно в другом. Так вот, в данный момент, в данной войне, подоплека в том, что, естественно, нужно обрушить экономику мира таким образом, чтобы потом можно было выделять огромные средства на ее восстановление и, главное, пилить эти средства. Никому не интересна сама экономика, никому не интересны вот эти стабильные состояния. Нужны постоянные революции. Вы знаете прекрасно эту силу, которая делает все революции в мире. Ее знали, знали и в прошлом веке, и в позапрошлом веке, и в позапозапрошлом веке. Они описали все светлые умы цивилизации. Но, к сожалению, ее, эту силу, злобную силу поддерживают все темные умы нашей цивилизации. И получается, что цивилизация всегда идет на поводу у этих революционеров или у этой партии войны. Сейчас она опять идет на поводу у этой партии. Я имею в виду нашу планету, нашу духовную часть, нашу руководящую часть. Поэтому мы постепенно движемся к этой проблемке. Будет она или не будет другой разговор. Я, естественно, сейчас сказать точно не могу, потому что у меня этой информации нет. И потом я не могу взять на себя такую ответственность и сказать, что война будет стопроцентна и мол, готовьтесь, товарищи, покупайте крупу. Нет. Поэтому переходим ко второй части моих предположений. Вторая часть моих предположений заключается в том, что совершенно недавно и я это отметил в своей новой книге «Таинственная мировая стена». В этой книге я отметил, что совершенно недавно геологически настроенные ученые они обнаружили такие факторы, которые позволяют сделать выводы о том или предположения о том, что в ближайшее время, в то время, в которое мы с вами сейчас проживаем, может состояться огромный коллапс мирового масштаба, буквальный апокалипсис. Я не буду влезать в эти глубины, кто хочет прочтет мою книгу, приобретет ее и прочтет. Я со временем, может быть, сделаю отдельный фильм на эту тему, а сейчас я коротко скажу, что смысл всей этой апокалиптической катавазии состоит в том, что наши материки, плиты, на которых стоят материки и плиты, которые между ними толкутся, они все время находятся в подвижном состоянии. Это так называемая тектоника плит. Так вот, всегда возникает вопрос, с какой скоростью и как сильно перемещаются эти материки. Если брать сегодняшние новые, новейшие, буквально месячные давности опубликованы научные работы, еще раз говорю, научные работы, то из них выходит, что сегодня тектоника плит до того дошла, что она может выйти наружу таким неприятным моментом, как сдвиг определенных слоев друг относительно друга. Я не буду говорить и употреблять научные термины, они ни к чему, но есть плита одна, есть плита другая, и когда они друг под друга заходят, у них происходят цепляния, которые соскальзывают дерганием, и когда вот эти я плиты показываю своими руками, они в общем-то маленькие, дергание маленькие, но когда это миллиарды, триллионы тонн грунта дергается, то естественно это идут девятибальные землетрясения, которые ожидаются учеными, и это идут огромные волны цунами, которые ожидаются учеными. Так вот, с одной стороны, когда авианос и подводный слот выводятся в море, это с одной стороны подготовка к войне, можно так рассудить, с другой стороны, мы прекрасно знаем, что если надвигается цунами или шторм, то флот тоже выводится в море, потому что там это можно пережить безопасно. Если будет реализован сценарий ученых и в тихоокеанском разломе будет произведен вот этот выстрел титанический, то, конечно, и Китай, и западный побережье побережье Америки просто смоет. Повторится та же ситуация, которая была в 15-16-17 веках, когда такая же волна затопила всю Сибирь, смыла все эти леса, и Сибирь долгое время, восточный и западный Сибирь, долгое время стояла в воде и бессовершенно, без какой-то растительности и без животных. Потом только все опять началось заживляться, заживать, произрастать и тому подобное. Вот две проблемки, которые вырисовываются из того факта, что американцы выводят свои корабли. Я, конечно, не говорю, что обе эти проблемы будут реализованы, но по совокупности данных, которые существуют сегодня в мире, обе проблемы очень важные. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова